Всех приветствую, дорогие мои друзьяшки, ребятишки. Сегодня у нас по всей видимости а-ля обзор города-подписчиков, а-ля история одного города в Зоу-Таун. Я так и не понял, немножко чуть-чуть промотал, не читая, и там у нас и текст вроде бы, и как вот показ города, так что давайте по ходу разберёмся и всё-таки решим, что же это такое, это история одного города в Зоу-Таун, это всё-таки у нас полноценный обзорчик. Давайте глянем. Видос, что мне пришёл в телеге, кто не знает, у меня есть телеграм-канал, где вы можете заходить, общаться, скидывать свои города мне на обзор. Ну что, ребята, поехали. Город Элит нас тут встречает. Такое красивое колесо обозрения. Почему бы и нет? Собственно говоря, город Элит основан 28 марта 22 года, построен американскими архитекторами. Ага. Интересно, конечно, монтаж учил, я вам скажу. Прям вот, хотя он написал, если нет, это да, да, монтаж первый раз он делал, так что, ребята, если что, можно на это всё, как бы, понимать, переложить. 28 марта, относительно совсем, ну, относительно недавно, то есть вот сколько дней прошло? Три. Ребят, вообще ничего не прошло. Ну, прям, 3 дня, 4 дня прошло. Элит является крупнейшим сетом развлечений и горного, да, и горного бизнеса, с казино и так далее. А, то есть у нас вот идет речь про российский город, популярные для посещения места. Казино, отели, дневный концерт, на футбольные матчи и шоу. Всего на территории города Элит работает одно крупнейшее казино России прототипом, который является магазин Лас-Вегаса США. Несколько игровых, а также множество торговых павильонов. Также здесь находятся три пятиздаючных, да, три пятиздаючных элитных отеля, принимавшие у себя около пятидесяти, нет, пятиста, ничего себе туристов ежедневно. Это где столько туристов, там, взять, е-мое, тут, ну, видите, масштаб Китая какого-нибудь, там, где, знаете, то есть на новогодние праздники все китайцы массово там едут друг к другу, там, то есть ко всем своим ростникам и так далее. Там совершенно какой-то коллапс в транспортной системе, потому что там буквально за неделю люди должны там за одно место Китая в другое добраться. Кто не видел, может это все прогуглить, там, новогодние там, праздники в Китае, как это все там проходит. Интересно, конечно, совсем новенький город, по всей видимости построен на Черноморском побережье, у нас тут, не знаю, может, вблизи Красноярска, Сочи, никто его знает, построили туристов, не знаю откуда, 500 тысяч у нас тут туристов ежедневно, если ежегодно, то еще могу понять, но ежедневно это, по-моему, ну, где вот такие числа берете, вообще молодой человек, три пятиздаючных отеля, 500 на три, ну, типа, это по сколько? Ну, типа, по тысяч. Хочется сказать, типа, по 120, наверное, что-то такое. Так. Не, больше, больше, больше 120. Так. Ага. Это мы все дело прочитали. Так, мотанем, не мотанем? А я вот не знаю, сколько чел тут оставляет место для прочтения этого всего дела. А, так мы могли вообще это даже наступки нажимать. Давайте. Ой, там еще информация. Ё-ма-йо. Ё-мо-йо. Давай. Прямо, вот те, кто редактор, ребят, читаем книжки вместе с Рейдаком. Кто хочет рубрику, чтобы я для вас читал, каким-то любимые ваши книги, пожалуйста, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях. Население элит не достигает 500 человек, точнее, 95, надо 22 год, ну, при том, что он 3 дня назад появился, как бы, ну да. Ну, да. На уровне счастья, горожан очень низок, все население города проживает в жил... А, в жилом районе под названием Рабы Элиты. Так, ладно, ладно. Уровень безработицы достигает 0%, половина населения работает на угольной электростанции, другая половина либо на мусоризгательных и заводах, либо или в небольших коммерческих зданиях в своем районе. Факт. Бедные жители составляют 100% населения. Ну, слушайте, как бы, я понимаю, чел берут какие-то такие события, и это все, вот, знаете, в реальную картину города, там, где реально 500 человек все проживает, как-то это пытается устроить. Ну, не знаю, насколько удачно. Так, составляет 100% населения города. Мэр заявил следующее. Учитывая нашу текущую ситуацию с населением, меня устраивают в данной ситуации сейчас. И поэтому я поздравляю для своих постоянных жителей жилые дома советского пространства дизайна. Интересно, конечно, сочетание слов 80-90-х годов. Хоть они и некомфортабельны в наше время, но зато расходы на их содержание очень низкие. И что позволяет там это чуть ли улучшить индустриальную составляющую нашего города. Офигеть, ребят. Это какой-то какой-то кикез, по-моему. Так. А, вот. Так, вот. У нас статистика появляет. Показатель. А, да. Только бедные люди. Ну, чел, конечно, интересно. Интересно это все. Это все-таки у нас история города взрывов там. Это прямо, знаете, детальный анализ. Типа там этот цикл, прям технический анализ. Дело фундаментальный. Указ мэра о том, что жители не туристам, проживающим в постоянной основе в городе, элит официально запрещено покидать свой район. Тем более в городе в случае нарушения грозит огромный штраф разного характера. От запрета еды на полмесяца, месяц, увольнение с работы, конфискация квартир, досмертный казня, пенсии и пособия в городе не существуют. Если не работаешь, оставишься без средств к существованию. Еще у нас, я уже понял, решил какую-то антиутопию в своем городе создать. Я вот тут прям антиутопию попахиваю, что такой вот город без всего без социальной гарантии наобделить там 12, 24 на 7 офигачат ради какой-то там единичной, хотя нет, не единичной, 500 тысяч жителей вместимость, ну не знаю, там ради какого-то там процента туристов богатых приезжающих. Ну, да, еще название такое, элит, как бы само себе говорит. Так, вот о нем. Если там город запрещено контактировать с приезжими туристами, да, ребят, антиутопия в ЗАУ, там, на ЗАУ, наверное, туристами, а ЖЛАЗУ награждена огромным забором, не пытающим жителям, ни при каких обстоятельствах покидать свой район и проспещение туристам. В городе нет общеобразовательных учреждений, таких как школа, дискинг, сад, университет, колледж. А кто будет, а вот, слушай, а как, кто финансы будет, будет считать, то есть, там же надо вот эту бухгалтерию ввести, богатые жители же не просто так живут, для от приезжих, то есть, числа этих же туристов. А колледжа, так как мэр, считает, что проживающим постоянно основывающим жителям, образование не нужно для их будущих дел. Так же, в городе нет госпиталя для жителей, а только для туристов. А в элитном районе почему так, об этом мэр умолочил. Да-да-да-да-да, туристам в городе всегда ряды, если, конечно, у вас достаточно купюр, чтобы пристигать личные интересные места города. Да, интересно, кстати, но концепция, на самом деле, такая прикольненькая. Класс мэра касательно туристов. Туристам запрещается посещать местные места, не разрешенные для их нахождения. Это смешно, кстати, посещать места, не разрешенные для их нахождения. Да, туристам разрешается при встрече с жителями города принимать к ним физическую силу, так и запрещено добивать их до смерти. или наоборот вступать в дружеский контакт. Туристам разрешается проводить время в городе. Это, знаете, туристов надо переименовать, нахажутся. Потому что туристы, они тут как-то по-другому этот класс назвать, не знаю, твари, дрожащие, власть имеющие, не знаю. Туристам разрешается проводить время в городе не больше недели, он по истечению нужно обязательно уехать. однако при дополнительной плате вдвойне суммы, то есть это было изначально при покупке билетов в город, то мэр может разрешить побыть в городе еще два дополнительных дня. Интересно. Прямо невероятно интересно. Город красиво светится ночью, хоть климат и не позволяет пальмам жить в элит. Мэр раскошеливались, посадил, а, мэр раскошелился, видимо, и посадил искусственные пальмы по всем элитным районам, городам, а также очень много иных лучей, плакатов, фонтанов и аллей. все для, собственно говоря, туристов. В городе присутствует футбольный стадион, в котором каждые два дня проводят матчи команды FC Элит. О, интересно. О, Welcome to Elet City. Кадр города, 22 год. Русско-американские флаги. потому что американские мужики нам строили городочки, я это помню. Сушить. А, вот та самая стена, наверное, или нет? Нет, вот тут у нас только идет энергетика. Все, почти не говоря. Да, ребята, это, конечно, очень интересно. Ну, энергетика, водичка, а кто-то говорил, что пальмы у нас тут не растут, а пальмы растут у нас тут. У нас тут наврал, получается, да, тут я наврал. Торговый центр, видимо, мы сейчас находимся все-таки в элитном районе, по видимости. ну да, вот у нас тут видимо отель уже появляется. слушайте, тут, тут все очень так красивенько, очень так опрятненько, очень даже хорошо. Ничего такого как бы и не скажешь. Водичка. Да, ну, многообразие, конечно, там торговых центров и так далее. Вот мы видим, кстати говоря, стадион, построен, но он очень интересно, кстати, там речка у нас проходит, на стадион прям, прям на речку, раз, и запылили, запылинули у нас тут, че, можно, там есть инструмент, типа, работать с ландшафтом, с рельефами, или это специальная такая задумка? Не знаю, на самом деле, короче, там можно это терраформировать землю, при том, что у тебя как бы бесконечный день, и можешь при что-то делать. А, Лур, в Париже, музей, значит, такой вот, стеклянная пирамидка, статуя Амогусу, куда же, как бы, без Амогуса, у нас тут, ну, такой обычный, обычный, богатенький городочек, 495 жителей, опять же, у нас не обманули, башня, да, слушайте, но, мне кажется, туристам здесь очень рады, очень так красиво, правда, кто это все дело обслуживает, да, и людишки довольно, тут ходят, ну, и хорошо, ну, и замечательно, и прям замечательно, стадион, мощнейший, прям, огроменный, не знаю, на одну третью карты, хочется сказать, прям, великий, великий, конечно, много вопросов ставится, после всей этой предыстории, в городочке, типа, Йоу, кто работает во всех этих гигантских отелях, и так далее, это вот, рабы, жители города или же туристы там работают, или какие-то, какая-то еще есть прослойка, про которую нам не сказали, в общем, это все очень странно, столько вопросов, так мало ответов, вот что хочется сказать, колесо, обозрение, крутится у нас, по-моему, как-то, не, нормально крутится, так, и здесь у нас, это что такое, какие-то конфеты, или, да, это интересно, ребят, что это такое, пишите в комментариях, я, честно, не знаю, что это может быть такое, а, вот у нас, собственно говоря, ууу, пу-пу-пу, да, картина тут, конечно, очень удручающая, на самом деле, электростанция, мусорка, тут же, тут же, говно, все сливает, чел, говно же, и сюда, пом, сливает, или нормально, да, наверное, нормально, как будто, загрязнение в городе, вроде и нет, где, да, ребята, слушайте, выглядит это, конечно, да, юсер, эйч, 100, юсссср, видимо, тут, да, ну, очень, конечно, это, прям, антиутопию, зовут а она хочется написать прямо название этого видеоролика где хотя бы знаешь типа чел надо было как-то прикрыть это люди богатые они вот гляньте матрибы сидят 30 говнище который вы там находится так что по хорошим на 2 все оградить или на большей карте делать да там же можно не только маленькую карту нас получается наибольшую о слушайте но ночью он да очень даже интереснее к так переливается светится до центрального здания мне особенно нравится ведь могут основной отель у нас тут наверное самый большой по всей видимости те кто его знает мусорные машинки но что поехали мусора вот мусорные машинки то есть и мусор где дым конечно это полный дым ребят ребята впервые такую кстати предысторию грамме ну и вижу это я не знаю как вам пишите в комментариях вот понравилось ли вам первое гигантское количество текста который вообще всю информацию прям работа про город рассказывает или или как он конечно наверно лучше если бы она попутно было типа где там вот покажутся объекты там вот например там краткая справочка как было в предыдущих и историях городах подписчиков то есть там история рассказать какая-то и еще общение говоря как эта история рассказывается и и там по ходу текст появляется то так нам познакомили познакомили и вот напишите город мне кажется такое решение было бы много оправданий до ночной городочек казино о про которых говорили самое большое пизину в россии да кстати российский же город да интерес такая российская почему не хочешь сказать почему бы нету нет потому что это все дело очень такое очень такое ну прям такое очень грустно на самом деле и пальмы растут да 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 ну наверное уже опять же обзорчик у нас подходит концу ну что ребят пишите в комментариях чё как вам понравилось не понравилось как он такой формат обзора да спасибо просмотр у нас тут появилась как он такой форматик оценили не оценили пожалуйста жду вашу оценку в комментариях тоже напоминаем про дискорд канал где вы можете общаться делиться своими городами зато он также напоминает про дискорд там где вы можете там общаться играть всевозможного пышки подписывайтесь на канал булья артем всем удачи и всем пока пока